Садовник Мог стать таким великим художником Эти строки написал поэт-символист Гюстав Кан После своей поездки в Живерни Живописную деревушку недалеко от Парижа Кроме живописи и садоводства Я ничего больше не умею делать Скромно говорил Мане Но в этих двух областях он превзошел многих Мане великий садовник Поэт ошибся Мане великий импрессионист Человек, который всю жизнь рисовал картины Но в чем-то поэт, наверное, прав Потому что 43 года своей долгой жизни Мане посвятил созданию своего сада И сад этот говорит о нем О создателе импрессионизма Быть может даже больше Чем некоторые искусствоведческие трактаты Каждый день этот старик С огромной седой бородой В широкой белой шляпе Последний магиканин среди импрессионистов Стоял в своем саду на мостике перед Мольбертом Он знал, что ему недолго осталось жить И очень спешил Спешил творить Я раб своей работы Вечно в поиске невозможного Мне жить осталось мало времени И я должен отдать его живописи в надежде Что я, наконец, достигну чего-то прекрасного Что удовлетворит и меня Начиная с 1834 года В лавке Адольфа Мане и его жены Луизы Торговавшей в Гавре корабельной оснасткой и бакалеей Посетителей заметно прибавилось Сами хозяева не имели к этому никакого отношения Все спрашивали их 14-летнего сына Клода Отец видел в сыне продолжателя своего дела Но Клоду совсем не хотело заниматься торговлей Чтобы хоть как-то скрасить унылые часы в лавке Он однажды взял в руки карандаш, лист бумаги И попытался изобразить покупателей Это занятие ему так понравилось Что теперь юный Мане Все свободное время рисовал карикатуры На жителей Гавра За эти смешные портреты Даже самые именитые горожане Готовы были заплатить начинающему художнику Целые 20 франков Клод так вошел во вкус Что больше и думать не мог ни о какой торговле В 1858 году он знакомится с гаврским пейзажистом Эженом Буденом Который писал только на натуре Эта встреча стала судьбоносной Природа заворожила Мане как живописца на всю жизнь Видя как сын с утра до вечера не расстается с карандашом и бумагой Отец отпускает его в Париж учиться живописи Все равно толка от него в семейном деле уже не будет Мане переселяется в столицу И некоторое время учится рисованию в Академии Сюиса Среди его новых друзей Камиль Писаро, Поль Сезан, Эжен Делакруа Клод посещает парижские салоны Бывает в Лувре И пишет Будену длинные письма с подробным отчетом Это счастье длилось недолго Через год Мане призывает в армию И отправляет в Алжир Там он заболевает тифом В ноябре 1862 года Мане комиссует после болезни И он возвращается в Париж Отец, чуть не лишившийся сына Готов полностью оплачивать Клоду дальнейшее обучение Теперь это мастерская Шарля Глеера Он брал за уроки чисто символическую плату И давал ученикам полную свободу самовыражения Здесь Клод знакомится с Эдуардом Мане Ренуаром, Сеслеем Сколько бурных споров было вокруг нашумевшей картины Эдуарда Мане «Завтрак на траве» Выставленная в 1863 году на Парижском салоне Именно тогда в этих спорах зарождается идея обновления живописи Которые воплотятся позже в новое направление импрессионизма Увы, в начале 1864 года все закончилось Из-за финансовых проблем и пошатнувшегося здоровья Глееру пришлось закрыть мастерскую А Мане и его друзья и коллеги по цеху Ренуар и Писаро Отправляются в свободное плавание Они селятся в небольшой гостинице «Матушка Антони» В крохотном городке Морло В лесу Фонтенбло И с утра до вечера работают на пленэре Плавают по сене Останавливаются в самых живописных местах Чтоб писать с натурой В отличие от многих молодых начинающих художников Копирующих произведения великих мастеров Академиков живописи Мане и его друзья предпочитали писать живую природу Живых людей На их картинах предметы не имеют четких очертаний Они как бы смазаны легким движением воздуха Знаменитый художественный салон в Париже Участвовать в нем мечта любого художника Используя все свои знакомства Мане в 1865 году Представляет там два своих морских пейзажа Увы, успеха они не имеют Но художник не опускает кисть Он продолжает работать на пленэре В местечке Шаи Он рисует серию этюдов по мотивам нашумевшей картины Эдуарда Мане «Завтрак на траве» Позирует ему его друг Федерик Базиль И Камила Донсье, знакомая Базиля Именно тогда возникает между Клодом и Камилой чувство Которое вскоре соединит их Теперь Камила единственная натурщица Позирующая для его полотен Картина Камила в «Зеленом» в 1866 году Благосклонно принята на салоне Мане его одушевлен Но уже следующая работа Женщина в саду Где все фигуры Это его подруга Отвергнутая Для художника наступает по-настоящему Черная полоса в жизни Нет ни заказов, ни денег Его преследуют кредиторы Он переезжает с места на место И однажды, отчаявшись Пытается покончить с собой Его спас гаворский коммерсант И художник-любитель Гадибер В 1868 году он выкупил у кредиторов Несколько картин художника Мало того, он предоставил ему дом В Сен-Мишель-де-Бужеваль Деревне на берегу Сены И даже выплачивал ему содержание В Сен-Мишель Камане Часто приезжает Агюстре Нуар Художники находят колоритный уголок Для изучения бликов И отблесков на воде Это маленький ресторанчик И привыкающий к нему купальне Место воскресного отдыха Зажиточных парижан Внимание Мане Привлекает прежде всего Мимолетные эффекты В постоянно меняющейся природе Летом 1870 года Мане женится На Камиле-Донсье Они уезжают в Нормандию В местечко Трули Где их и застает известие О начале франко-прусской войны Мане, вспомнив Алжир Решил, что его долг Перед родиной выполнен с лихвой И отбыл в Англию В Лондоне произошла судьбоносная встреча С Полем Дюран-Руэлем Потомственным продавцом картин Владельцем галереи Он станет для Мане добрым другом Меценатом и помощником На всю жизнь Но пока Мане рисует виды Темзы и туманного гайдпарка И пытается понять Правильный ли путь он выбрал И что его ждет дальше Его сад Он рождался не сразу Поначалу он решил сделать его В традиционном французском стиле Ничего лишнего Полная гармония Цветы благоухают здесь весь год Весной это нарциссы и тюльпаны Затем расцветают рододендроны Сирень, глициния В разгар лета цветут колокольчики Львиный зев И, конечно, розы Всевозможных оттенков и форм А в сентябре Наступает время Георгинов, Астр и Хризантем Как он волновался За свой сад в поездках Все его письма к жене Полны любви, заботы И тревоги за сад Остались ли еще цветы в саду? Мне бы хотелось, чтобы К моему возвращению Там сохранились Хризантемы Если будут заморозки Нарежьте из них красивые букеты Вернувшись из Лондона во Францию В 1872 году Мане пишет картину Впечатление Восход солнца Вид Гаврского порта Здесь все посвящено передаче Сиюминутного состояния атмосферы В голубых и розово-оранжевых тонах Это потом с нее будут отсчитывать Начало нового направления в искусстве А пока покупателя на его картину нет Состояние Мане и его семьи Катастрофическое Он в отчаянии пишет Покровителю художника В румынскому врачу-гомеопату Жоржи де Беллио Невозможно представить, как я несчастлив В любой момент могут прийти И описывать мои вещи Будь у меня 500 франков Я был бы спасен У меня осталось 25 полотен За эту сумму я готов отдать их вам Взяв эти полотна Вы их спасете Де Беллио спас Мане Купил у него 8 картин В том числе впечатление Восход солнца В своих творческих и житейских проблемах Мане был не одинок Картины друзей, писаро и ренуара Тоже не продавались И в декабре 1873 года Все трое основали анонимное общество Художников, скульпторов и гравюров Задача стояла одна Дать возможность его членам Выставлять и продавать свои произведения Помимо салона Местом, выбранным для первой выставки Стала студия фотографа Гаспара Турнашона Известного под псевдонимом Нодар Он был завсегдотаем кафе Гербуа Где собирались художники, скульпторы, литераторы Нодар разместил в своей студии 165 работ Это были картины, рисунки и гравюры 30 художников В том числе Клода Мане Поля Сезанна, Эдгара Дега Камиля Писсаро, Агюстер Нуара После этой выставки Названной, как и картина Мане Впечатление, восход солнца Художники и устроители И получили название импрессионисты Потому что впечатление По-французски Импрессион Само слово «импрессионизм» изобрел критик Луи Леруа Написавший разгромную статью в журнале Шаривари О первой выставке анонимного общества Леруа был не одинок в своих оценках Критики, репортеры, да и посетители Отнеслись к выставке более чем скептически Неудивительно, что коммерческий эффект от выставки был ничтожно мал Потребовалось время И особый вкус к новому у русских меценатов Чтобы импрессионизм стал мировым событием Да, нам есть чем гордиться Именно русские меценаты оказались гораздо прозорливее Всяких там парижских знатоков искусства Уже в 97-м году первая работа Мане «Сирень на солнце» произвела огромное впечатление на русскую публику Потом появилось множество других картинок Конечно, знаменитые «Бульвар капуцинок» и «Завтрак на траве» Благодаря Морозову и Щукину В России собралась самая крупная и самая прекрасная коллекция импрессионистов Гораздо больше, чем Дарсе в Париже Растения для своего сада Мане привозил со всех уголков света Особенно он гордился своим японским садиком Созданным под влиянием восточной философии созерцания природы Центром его стал пруд с водными растениями и плакучими ивами Клод не забывал о своих питомцах ни на минуту То, что ты пишешь о моих бедных маленьких розах, очень меня беспокоит И я боюсь многих других бедствий Кто-нибудь подумал о том, чтобы хотя бы накрыть японские пионы? Весной 1876 года Мане живет с семьей в деревушке Аржантеи неподалеку от Парижа Он работает, рисует Камилу, их первенца Жанна Рисует все вокруг и готовится ко второй выставке импрессионистов Но ни вторая, ни третья, ни четвертая выставки не принесли успеха Журналисты Ехид написали Мы здорово развлеклись фиолетовыми пейзажами, черными реками С желтыми и зелеными женщинами и синими детьми Теперь продавать картины стало совсем невозможно Мане все больше погружается в депрессию и в долги Судьба художника оказывается исключительно в руках меценатов и коллекционеров Которым пришлось по вкусу нового направления Одним из них стал Эрнест Ашеде Финансист и владелец сети универсальных магазинов Он покупал у Мане каждое маломальски понравившееся ему полотно И даже представить себе не мог Насколько тесно переплетутся их судьбы в совсем недалеком будущем Познакомились они еще летом 1876 года в Аржантеи Совершенно случайно И Ашеде, увидев работы Мане, пригласил художника Погостить в своем поместье в Монжероне Там хозяин заказывает ему несколько пейзажей На одном из них, пруд в Монжероне, изображена жена Ашеде Алис Она довольно быстро становится близким другом Мане А потом и его любовницей Через два года Мане из-за безденежья Вынужден перебраться с семьей в деревушку ВТИ На берегу все той же Сены Но теперь он не одинок в своих житейских проблемах Его покровитель Эрнест Ашеде Тоже оказывается на грани банкротства Он просит Мане на время приютить свою семью Пока не уладят все дела в Париже Несчастье просто преследовали Мане в эти годы Заказов на картины нет В 1879 году, после долгой болезни В возрасте 32 лет умирает Камила Подарив мужу незадолго до своей смерти еще одного сына Теперь у Мане на руках практически две семьи Своя и Ашеде Алис и шестеро детей Он находится на грани нервного срыва Как он любил рисовать свой японский уголок Китайские гинко Японские фруктовые деревья Пруд, обрамленный папоротниками Азалиями, пышными кустами роз И, конечно, роскошные тропические кувшинки Прошло много времени, прежде чем я смог понять мои кувшинки Я сажал их ради удовольствия Даже не помышляя, что буду их писать И вдруг, неожиданно, ко мне пришло откровение Моего сказочного, чудесного пруда Я взял палитру И с того самого времени у меня уже почти не было никогда другой модели Восприятие живой природы приходит к нам не сразу В июне 1879 года в зале журнала «Современная жизнь», принадлежащего издателю и коллекционеру Жоржу Шарпантье Открывается выставка картин Моне Все 18 полотен публика, критика и пресса встречают на удивление благожелательно А их распродажа позволяет художнику наконец-то расплатиться с долгами и облегченно вздохнуть Дальше выставки следуют одна за другой Париж, Нью-Йорк Американские критики не скупились на похвалы А коммерческий успех был налицо Почти 20% выставленных произведений ушло в частные коллекции В одном из интервью на вопрос «Что же все-таки такое этот ваш импрессионизм?» Моне ответил так Предмет изображения, будь то сток сена, тополь или фасад собора Это всего лишь повод для передачи того впечатления, какое получает художник о видимой им реальности в определенный момент времени После выставки в Нью-Йорке импрессионизм наконец занял достойное место в мировой культуре А жизнь Моне совсем переменилась Теперь он получал за любое свое полотно больше 15 тысяч франков Для сравнения, месячное жалование университетского профессора в то время составляло всего 225 франков В 1883 году художник покупает дом в местечке Живерни в Нормандии Отныне это его постоянное убежище от суетного мира Здесь он начинает возделывать свой сад Сад стал продолжением его мастерской Он сначала создал цветочную картину в саду, а затем перенес ее на холст Передвигаясь на небольшой лодочке по аллеям водного сада Он бесконечно писал, писал, писал Горбатый мостик, водную гладь с отражающимися в ней деревьями, глицинией и кувшинками Писал и зачастую сжигал, как несовершенное Знаете, что я поглощен работой Пейзажи воды и отражений стали наваждением Это выше моих старческих сил Однако я хочу успеть запечатлеть то, что чувствую Я их уничтожаю и начинаю снова Достаток есть Теперь пришло время задуматься и о личной жизни Алиса Аседе стала вдовой И уже ничего не мешало им в 1892 году соединить свои судьбы Какое-то время супруги живут в Живерни, где художник начинает свой знаменитый цикл кувшинки Работать он будет над ним до конца жизни В это время Моне много путешествует Он пишет Лондон, Венецию Везде с успехом проходят его выставки Этот светлый период его жизни закончится в мае 1911 года Когда скоропостижно умирает Алис Она была его верной подругой на протяжении 30 лет Он опять остается один Через три года уходит из жизни старший сын Жан Да и у самого Моне с 1908 года начинает заметно ухудшаться зрение Из-за своих проблем со зрением Моне вырабатывает новый для себя подход к живопси За столько лет работы Живерни каждый уголок сада отпечатал своего сознания И Моне подумал, что было бы интересно написать серию впечатлений от целого Причем не с натуры, а по памяти И он решает построить в своем имении новую большую мастерскую Строительство нового помещения завершается в 1916 году Мастерская имела 25 метров в длину, 15 в ширину И потолок на две трети сделан из стекла Там Моне принимается за работу На огромных холстах он пишет удивительные картины Передающие впечатление осознанного им царства Утренние туманы, закаты, сумерки Эту новую серию он решает подарить государству И вдруг премьер-министр Жоржко и Мансо Предлагает Моне престижное помещение Павильон в саду Тювелери Но Моне все еще не удовлетворен своей работой И с упорством продолжает трудиться над полотнами Новое дыхание ему придает успешная операция по удалению катаракты В 1923 году Он снова может видеть все краски мира И свои полотна И он недоволен собой Сегодня более чем когда-либо я вижу Насколько противоестествен тот незаслуженный успех Который выпал на мою долю Я всегда стремился достигнуть лучшего Но возраст и неудачи истощили мои силы Не сомневаюсь, что вы найдете мои полотна совершенные Я знаю, что когда я их выставлю, они принесут мне большой успех Но мне это безразлично Поскольку сам я считаю их плохими Он не лукавил Моне на самом деле считал, что его картины только ступеньки Которые помогут другим художникам быстрее достичь вершины искусства После смерти художника Его сад был забыт Одичал И только в 1980 году Училиями Французской академии изящных искусств Он был восстановлен Здесь снова появились посетители Но картины, написанные в этом саду Год от года росли в цене И в год столетия Написание кувшинок, например Она стоила, эта картина на аукционе 36,5 миллионов долларов А пруд с водяными лилиями И того больше 80,5 Представить себе невозможно Целое состояние Субтитры сделал DimaTorzok